Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет видео, как можно сделать вот из такого кнопочного или подобного телефона прослушивающее устройство, так называемый жучок. Для этого понадобится нам транзистор. У меня на выбор вот четыре экземпляра китайского производства, снятое с монитора, блока питания монитора и уже вот советского образца транзисторы. Что для этого нужно знать? Нужно знать, на каком из выводов, где коллектор, где база, где эмитер. Этого нам будет достаточно для того, чтобы сделать такое устройство. Сейчас я разберу телефон. Думаю, показывать, как разбирается телефон, не стоит. Все прекрасно знают, как он разбирается, тем более, что у вас может быть другой телефон. Ну вот, телефон разобран. Необходимо вот эту кнопочку заклеить изолентой для того, чтобы, когда мы припаяем два провода к этой центральной кнопке, которая у нас поднятие трубки и положить трубку, вот эта кнопочка. Если у вас будет, например, вот что-то вроде такого телефона, то, конечно же, вам будет нужна вот эта кнопка. Какие модули необходимо извлечь? Это динамик, который во время звонка воспроизводит мелодию, вибратор, моторчик со смещенным валом. Нам нужно сделать так, чтобы наше устройство не смогли разоблачить, то есть догадаться, что это жучок. Все, что нам нужно, это разъем для сим-карты, питание самого аппарата, антенна и микрофон. Телефон никаким модернизациям, изменениям не подвергается, кроме как заклеиваем кнопку, чтобы не было контакта, заклеиваем вот эту площадку дисплея, контакты, чтобы наш дисплей не отображал никакой информации, подсветки. Заклеиваем вот этот контакт, разговорный динамик. С этой частью мы, в принципе, разобрались. Если мы хотим избавиться от светодиодов, от подсветки, можно взять маленький паяльничек, аккуратно повыпаивать светодиоды. Допустим, один оставить или уже выпаять все. Естественно, что предварительно нам придется протестировать устройство, чтобы быть уверенным, что оно работает и оно включено. Но другой вариант, мы не сможем отслеживать, насколько уровень батареи, насколько заряжена батарея. Это нужно все предусмотреть и продумать предварительно. Так, ну что ж, осталось только припаяться. Вот этот транзистор будет первым B-S4. Коллектор припаивается в центре. Эмитер вот на эту часть кнопки. И базовый вывод транзистора я припаяю вот на какой-то из этих двух контактов. Для того, чтобы узнать, на какой именно припаять необходимо припаять. Необходимо припаяться к вот этим вот контактам и к батарее. И к батарейке. Сейчас. Вот этим выводом. Соответственно, как они у нас, вот так вот они у нас будут. То есть, так и припаять. И прозванивать во время дозвона, на каком из контактов есть сигнал. Так как я этого делать не буду. Я сначала припаяюсь к этому. Если все будет работать, то мы попали в верный контакт. Если нет, то будем менять контакт. Ну что ж. Попробуем все это припаять и проверить. Возможно, будем пробовать даже некоторые транзисторы. Такой, как тоже советский КТ-315В. Или же вот такого типа КТ-203А. КТ-203А. Или же можно попробовать вот такой вот китайский транзистор. Сейчас припаяю и посмотрю. Вот припаялся, как и говорил, коллектор по центру эмитера. Внешний контакт. И вот изначально припаялся вот к этому выводу динамика. Не особо аккуратно получилось, так как паяльник как бы очень огромный. Маленького у меня, к сожалению, не было под рукой. И сейчас я быстренько это все дело попробую, как оно будет работать. Соберу на пару саморезиков. Саморезы кто-то попортил. Скорее всего хотели разобрать телефон, но не было под рукой подходящей отвертки. Вот так вот изничтожили их, эти шляпки. Скажу пока насчет светодиодов, подсветки на телефон. Конечно, лучше выпаять их полностью. Если вы готовы забыть об этом телефонниках, о мобильном устройстве, то есть он у вас будет работать только жучком, то можно выпаивать. Я не буду выпаивать. Это все делают для того, чтобы показать вам. Мне нет необходимости в этом. Вот сейчас включу. Индикаторы загорелись, светодиоды наши. Сейчас попробую набрать. Вот я набираю. Не трогаю телефончик. Идет гудок. Фонит как бы. Сейчас я уберу трубочку. Раз-два. Раз-два. Раз-два-три. Немножко фонит, но это нормально. Раз-два. В общем, устройство работает. Можем еще раз протестировать, еще раз набрать. Никакого подвоха нет. Вот два телефончика. Я звоню. Ой, нечаянно сбросил. Сейчас минутку. У меня фокус был на близкое расстояние. Сейчас включаю громкую связь. Как только пойдет гудок. Вот я громкую связь включил. И телефон поднял кнопку. Все работает. Вот с этим транзистором. Сейчас попробую припаять, наверное, вот этот вот. И посмотрим, что будет в результате. Вот припаялся вот этим. КТ-315 транзистором. Так же работает все. Может, вы увидите маркировку. КТ-315В. Вот этот транзистор я пробовал припаивать. Но, к сожалению, с ним результата я не добился. Насколько я знаю, вот так вот он ставится вот этим ключиком вправо-вверх. И база должна быть снизу. Здесь коллектор, эмиттер. Возможно, что я неправильно посмотрел. Вот этот транзистор я также припаивал. Результат был. Срабатывал телефон. Трубку поднимал. Почему-то, когда я его хотел уже смонтировать, он почему-то перестал работать. Возможно, опять была допущена какая-нибудь ошибка. Но вот эти два транзистора показали себя с наилучшей стороны. Если у вас есть дома вот такие вот транзисторы, то можете прямо брать вот их или подобные. и все у вас будет работать. Сейчас я это дело как-то соберу. Уже смонтирую наш транзистор вот в этом месте внутри корпуса. Соберу телефон и опять же сделаю тест. Оставлю вот этот вот КТ-315. Ну вот телефон собран. Ставим обратно аккумулятор на место. в крышку. С виду ничем не примечателен. Единственное, что вот здесь немножко образовалась щель за счет того, что провода не дали нам собрать как положено панели. С этой стороны никаких отличий нет. И вот какой еще момент насчет кнопки включения. Здесь у меня на телефоне изначально, как он мне попал в руки, не было вот этой кнопки. Это очень хорошо, так как никто не сможет нажать на эту кнопочку и случайно выключить телефон. Сим-карта должна быть без пин-кода для того, чтобы не застопорить включение телефона на введение пина. И вот включаем устройство. Загрелось. Вот здесь вот этот диодик. Еле-еле видно, что он включен. Берем телефон и набираем номер. Включаем трубку. Вот так вот работает все. Телефон трубку поднял. С виду никаких вибраций, ни звука, ничего нет. Раз-два. Раз-два. Связь есть. Начинает фонить, если включишь громкую связь. Поэтому не буду включать. Ну что ж, вот такие вот транзисторы очень классно работают. Можете попробовать, испытать все это дело. И вот такие вот части у меня остались. Как бы их отдельно нужно куда-нибудь положить. Может быть когда-нибудь они пригодятся. Можно выбросить. Вот такой вот получился жучок. Если вам это видео понравилось. Оценивайте его. Пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. Я думаю им тоже будет интересно. Ну что ж, всем пока. Увидимся в новых видео. Пока. 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 Пока.